Быть внимательным, переходить проезжую часть только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора или убедиться, что вас пропускают на нерегулируемом. Казалось бы, эти правила должны знать и следовать даже дошкаленок. Тем не менее, дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов меньше не становится. И это несмотря на то, что сотрудники ГИБДД регулярно устраивают профилактические рейды. В первую очередь мы напоминаем взрослому населению, пытаемся до них достучаться немножечко, чтобы они детям также объяснили своим, как правильно переходить проезжую часть дороги. Потому что дети, они, соответственно, берут с нас взрослых пример. И если там взрослому мы как бы объясним один раз, то ребенку надо показать, как именно это делать. Один из таких рейдов на днях сотрудники ГИБДД провели на Советской улице в Видном. Они напоминали пешеходам, как важно быть внимательными при переходе проезжей части и вручали свето-возвращающие элементы. Чтобы водители вас видели издалека, вы были яркими и заметными. Здорово. Вот обратите внимание, у нас вот такие вот полосочки. То есть водители нас видят издалека, когда едут при свете фар, нас видно за 200-250 метров. Мы поинтересовались у видновчан, используют ли они свето-возвращающие элементы и что думают о таких рейдах. Обычно вот они как бы на детских вещах есть, и поэтому только на них, а так вот дополнительно нет. Детей есть, да, может не всегда, не на всех как бы одеждах, но рюкзаки у дочки есть. Ну и в принципе сейчас все светотражающими. А у взрослых есть? А у взрослых нет. А почему? Что-то не думали об этом, если честно. Будете использовать? Ну вот сейчас одену. Конечно, в темноте, чтобы видно было пешеходов. Конечно. Как вы считаете, вот такие акции вообще полезно проводить? Полезны и почаще. За последнее время в Ленинском городском округе произошло сразу несколько аварий с участием пешеходов. В совхозе имени Ленина наводражено и в шестом микрорайоне в Видном. Практически во всех случаях пострадали как дети, так и взрослые. Наибольший резонанс вызвало ДТП на улице Березовой у дома номер 9. Пересмотрели вопрос о переходе проезжей части в районе шестого микрорайона. То есть данный пешеходный переход, который существует на сегодняшний момент, он будет переноситься. Будут ставиться ограждения, которые будут отгораживать пешеходов, соответственно, от проезжей части. Сейчас вопрос находится на рассмотрении дорожной комиссии, куда именно перенесут пешеходный переход. И появится ли там светофор, либо искусственные неровности, станет известно в ближайшее время. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.